Всем привет, дорогие виноградинки! Вы на канале Кишмишплей, меня зовут Иван, и мы продолжаем с вами прохождение Spider-Man Remaster. В прошлой серии мы надобили новый костюмчик, мы надобили очень крутой и прикольный костюмчик. Оказывается, он у нас уже был, и то есть особых усилий для того, чтобы его как бы взять, не нужно было приложить. То есть он был... Костюм уже имелся, и я этому очень рад. Костюм классный, мне очень нравится этот костюм. Это из Мстителей, помните? Вот это вот, из Марвел, собственно. Так, по заданию, что там по заданиям было? Мы... Нет преград, 50 из 250. Я даже не знаю, что это вот штука такое, если честно. Если честно, я вообще не понимаю, что они от меня хотят вот этим вот, вот этой типа ачивкой какой-то. Так, в прошлой серии мы немножко полазили по заданиям, мы немножко понаходили всяких рюкзачков, мы узнали, что оказывается нужно открывать город, то есть, ну, нужно бегать, нужно будет открывать эти вышки. И, собственно, все, все, что было. Новый костюм. Новый костюм, ты сам его, собственно говоря, видишь. Так, задание, я решил в этой серии немножко побегать по заданиям. Люблю этот город. А теперь фоточку. Зачем? А, меня сейчас будут учить, типа, фоткать? Объект в кадрюке. Хорошо, спасибо. Карта сейчас перенастроится. А, точно не забыл, мне же надо сделать фотки, чтобы какие-то какие-то карты, что-то настроить. Уже забыл, как это здорово. Фотографируйте городские достопримечательности для получения жетонов достопримечательностей. Тут жетонов целая куча, тут надо разные всякие задания делать, чтобы разные штуки себе открывать. То есть, мало захватывать эти жетоны только там рюкзаков, потому что только на рюкзаке ты себе много всего не купишь. Что у нас здесь? У нас здесь, например... О, новые штуки пооткрывались. Во, видишь, жетон достопримечательность. То есть, только могу с этим жетоном я открыть вот это достижение. Бесшумная ходьба. Противникам требуется больше времени, чтобы обнаружить вас. Оооо. Пуленепробиваемая пластина. Уменьшение получаемого урона от пуль. Вот это хорошо. Мне нужны жетоны преступлений. То есть мне нужно сейчас где-то жетоны достать преступлений. Боевой анализатор. После идеального уклонения носимый урон временно увеличивается. Слушай, классные штуки. Давай мы сейчас попробуем как-то преступление найти. Нет? Ну или откроем сразу эту вышку, и по идее у нас здесь откроется преступление. Это мистер Ли. Какой мистер Ли? Алло. Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить. У нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Так, появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Здесь такие купотки. А, ну норм, это человек-паук, все хорошо, да? Типа, он просто прыгнул на крышу, взламывает наше оборудование, а мы такие, типа, а что мы сделаем? Мы просто, мы обычные копы, мы люди. О, достопримечательность. Можно ее сфоткать, и сейчас получим еще один штон. Правильно? Я правильно понимаю, да? А, пропустить. Можно пропустить все дело. Так, как его фотографировать? Мне нужно... Именно здание вот это сфоткать? Смотри. Приземляется, он просто огонь. Ну давай попробуем, как... Ты здесь извинений. Пардон, пардон. Объект в кадре. И фотка. Я забыл. А, на это 5-го. Ой, хорошо. Могу, могу поднять, могу помахать, но мне сейчас не до этого. У нас здесь где-то еще и портфель есть. Где портфель мой? Впереди. Я понимаю, что... Вот, мне нужно... Преступление нужно, мне нужно два жетона, чтобы получить себе хорошую штуку. Нужно уважать местный малый бизнес. Ну, согласен, абсолютно согласен. Ой, так не люблю, когда они камеру переключают. Вообще в любых играх не люблю, когда идет переключение камеры. Че? Мистер Ли? Питер, у нас все готово. Ждем только тебя. Отлично, хуже в пути. Мне главное не опоздать сейчас, правильно? Оружие отдай. Все и получай. Тык. Задумит он преступлительный. Старомодное ограбление. Отлично. А вот и ваш борец с преступностью. Старомодное ограбление, старомодный борец с преступностью. Человек-паук это вроде... Валитцы, когда такой... А, нет, со спайдер-мена. Перепутал. Дети 34, произошло нападение. Всем машинам. У нас пройдет, ты брайки. Ну, сейчас я портфель уже заберу, раз я здесь. И как раз могу себе сейчас вкачать сразу улучшение сделать. Мне же всего лишь двух жетонов не хватает. Это грабеж. Надо остановить. А, подожди, я не того вырубил зло. Или того. Не знаю. Он вроде тоже был в масле. Готов. Готов. Все нормально. В порядке у момента. А, все хорошо. Целых два жетона преступления дали. Ничего себе. Согласен. А теперь мы вкачаем себе костюм. Теперь мы вкачаем костюм. Так, я хочу пули непробиваемые вот эти штуки. А, жетон преступления, жетон бас. А, мне надо еще... Жетон бас один. Жетон бас. Жетон бас нужен. Прям как есть. Где жетон бас? Вот он, не база. А рядом нету нигде, да? У меня поближе. А здесь я уже был, кстати. Видишь, она неактивна. Черт. Ладно, поехали на миссию. Поехали на миссию, все, хорошо. Погнали на миссию. Пойдем задание основное. Ну, не судьба, не судьба. Нам спокойно добраться до задания. Это быстренькое. Преступление вообще быстро здесь расходятся. Не похоже, что эти парни просто потеряли ключи от дома. А, стучать пробовали. А, их еще и догнать надо. Ты посмотри, а? Мистер Маггенс, если вы насчет аренды, Мистер Паркер, этот звонок, третий и последний предупреждение. Процедура выселения. Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я... Ооо. Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не покатите задолженность. Всего доброго. Ага. И вам. Так, мне нужно шоковое. Подожди, я хочу шоковое использовать. Ладно. Хорошо, что он хоть по мирным не бьет, а то у меня сейчас началось. Мирные люди, вот это вот все. Все, теперь задание. Теперь точно задание. Теперь я буду игнорировать все преступления по городу. Теперь я пойду на задание. Так, целый километр нужно пилить. Уже меньше. Ну что, он реально очень быстрый. Если подумать, какие он расстояния так преодолевает на паутине, это просто супер какой-то. Все, диспетчер, пожалуйста, не надо с ним сейчас. Ребята, ну зачем вам оружие? Разве это вежливо? Мне нужно было сразу разобраться с ситуацией, а потом уже накидывать. Ой, слушай, к ним приехало подпределение. Тут прям преступность и просто кошмар в этой городе на самом деле. Погнали, крутые руки. Огонь. Очень круто сделали. Где еще один? А я надеялся, что без физка уровень преступности упадет. Нет, не упадет. Сразу все говорили, что на самом деле преступность останется на там же уровне. Даже может быть больше. Просто другие. Самые плохие, но зачем рисковать? А что с квартирами сделать? Вот мне только что звонил, вот этот арендодатель. Я ему не плачу за костюм. Ну, то есть вы с костюм. За какой костюм я его не плачу? Я ему не плачу за квартиру. То есть получается, что у меня спору усили. Мы должны как-то этот вопрос решить тоже. Я думаю, что это по заданию. К сожалению, я думаю, что здесь-то я бросил сумку. Вот. Он сейчас переоденется, будет обычным пацаном. На такси поедем? Я бы не стал ездить на такси, если у меня был костюм и паутина. Я бы всегда так передвигался. Потом где-то, знаешь, с собой портфель носил, переоделся и дальше пошел по своим делам. Вот и все. А, не, нормально, мы на месте добрались. Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. Какой вечеринке? Какой вечеринке, ребят? Ты борец преступностью. Какая ведь? А, я понял. Это приют. Это убежище, грубо говоря. Им надо помочь. Ну, ладно. Ладно, тоже доброе дело, на самом деле. Ну, что вам надо? Что вам не хватает, ребят? Расскажи. Простите, опоздал. Как раз вовремя. Просто отвлекай ее, пока мы тут не закончим. Понял. День рождения у кого-то? Вот и моя любимая тетя. А, тетя моя. Все понятно. Какой сюрприз. Тебе помочь? А, ну да. О, есть тяжелые короткие. Нет, 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 я хотел сказать не сейчас. В смысле, я хотел... Я... Я просто хотел поговорить. Там они типа за спиной плакат вешают, поздравляем, да? Ладно. Ну, то есть... Нужно ее отвлекать так, чтобы она не развернулась. У тебя проблемы? Нужны деньги? Нет, нет, то есть я немного должен за квартиру, но... Не-не-не, нет, не надо. Опять что-то с девушкой, а? Что? Нет, ну что ты. Я так хочу, чтобы Сэм Джейси наладилось, а она мило. Они разошлись, да? У вас были бы чудесные детки. В этой версии они, то есть, разошлись. Питер. Ну, вообще, в многих версиях они разошлись на самом деле. Но, в общем, в одной вообще она погибла, но не в этой. Ну, давай, расскажи мне. Что случилось? Питер, я вообще не понимаю, что происходит пока. Ты помогала мне с колледжем и работала здесь. Ты так много отдаешь и ничего не просишь. Такое чувство, что я сериал начал смотреть просто середину, как бы в мире было больше таких, как ты. Он прав. Пять лет назад ты вошла сюда и сказала, что тебя вдохновила моя помощь людям. Теперь ты вдохновляешь меня. Ну, красивые слова. Красиво сказано, да. Впереди много работы. Блин, ну, приятно, слушаю, юбилей, пять лет на работе. То есть, это даже не день рождения, это просто, ну, пять лет работают. Это прям поздравляю. Это праздник. Спасибо еще раз за этот праздник. О, я хотел бы сделать больше. Ну, как говорит Мэй, ты помог одному? Ты помог каждому. Может, нам стоит отправить Мэй переговорить с мэром? О, надо бежать. Спасибо вам еще раз за вечер. И вообще, это правда важно. Крытый пришел. Здорово. Сообщение от Юрия. Послушаю снаружи. Ай, не хочет идти. Пришел в комнату, сидит возле входа такой смутник. О чем занимаемся тут? Чем-то только что-то сделает делишки у вас. Опа. Поиграем в шахматы. Привет, ребята. Как игра? Как тебе кажется? Я побеждаю. Похоже, у него уже маразм Пит. Я почти размазала его. Ну, главное, чтобы было весело. Я так веселюсь, надирая ему зад. Мечтай, мечтай, чёплотая. Хочешь сыграть Пит? Краем на орешке. Не-не-не-не-не. Я не потяну. Вы уж тут сами. Я в шахматы умею играть, но я умею ровно на том уровне, что понимаю, что вот серьезные игры мне не всовываются. Потому что там начинаются стратегии, продумывание комбинаций. Это вот прям вот эти какие-то, какие-то всякие запредельные вещи просто. И я их не знаю. Так, пройдено. 250 опыта дали. Окей. Голосовое от Юрия. Привет. На аукционе, продающем имущество Фиска, сработала сигнализация. Можешь проверить? Только тихо. Не хочу поднимать шум на пустом месте. Имущество Фиска? Интересно. Что же прятал главарь в своих чуланах? Блин, ну слушай, получается она, паучка использует какого-то типа тайного агента. То есть ей что-то заподозрилось, она отправила паука проверить. Не нужно типа там обосновывать, зачем это нужно делать. Ребят, сами. Я занимаюсь сейчас более серьезными делами. Я так понял, что... Доступные очки навыков. Я так понял, что здесь преступления бесконечны. То есть ты постоянно будешь мимо них пролетать, и с ними, в принципе, никуда они не денутся. Преступники как были, есть и будут. Поэтому можно спокойно пока позаниматься своими делами, а потом, когда нам нужны будут очки преступлений, мы просто возьмем и пройдем очки. Питер, на вечеринке ты куда-то пропал. Пришлось пойти в лабораторию. Прости. Пришел. Сейчас, подожди, все-таки катера пришел. Залазь. Залазь. Прыгай. Иди сюда. Тебя поднять. Тихо, такс. Ты залезешь? Да? Залазь. Ну, прыгай давай. Ну, хватит кругами ходить. Ты уже взрослый кот, можешь сам запрыгнуть. Иди сюда, жопа. Да. Ну, давай. Залазь. Сейчас прыгнет. Сейчас. Сейчас, секунду. Ну, ты примешь. Ай, все. Короче, он сейчас будет круги наворачивать, а потом уже залезет. То, что ты сказал, для меня очень важно. Я всегда сомневаюсь, так ли веду себя с тобой. Ну, не сомневайся. Попарк. А как мы здесь сейчас были родители и дяди Бена, если мы не пробежим. Много раз развалился бы на части. То же самое я могу сказать про тебя, Петер. Хочу, чтобы ты это знал. Мэй, я... Я не знаю, что сказать. Здесь можно по деревянам. Я думал, здесь нельзя летать на паутине, что здесь нет этих домов. Ну, давай уже почти 200 метров осталось. Совсем рядышком тот же враги какие-то есть, да? Или это враги по заданию? Юри сказала, тихо. Лучше поискать заднюю дверь. Тихо, спокойно. Все. Успокойся, паучок. Петер, спокойно. Все, хорош. Войти в аукционный дом. Это, кстати, если что, преступление сейчас. То есть это проникновение со взломом. Ну, это все офицер полиции мне сказал сделать. Что? Я теряю терпение. Где эта папка? Какой-то папку и что-то еще. Наверное, он его взял. Эти маски. Кто же они? Ну, привет. Ну, что? Что? Здесь нет никого, кроме нас. Мы найдем папку. Или ты умрешь. Зашибих. Вспугну их, она умрет. Сниму их незаметно. Не, нормально он предъявил ее, конечно, говорит. Тревога неучебная. Парень в маске и с оружием взял заложника. Похоже на ограбление. Принято. Посылаю к тебе отряды. А ты пока следи, чтобы ситуация не ухудшилась. Есть, Мэл. А, туда нельзя, я понял. Так, я понял. Вот этого я вижу. Ну, как я его сейчас потихому сниму? Мне даже вниз нельзя сползти. Да, вон люк. Все. Вижу люк. Так, кот, ты или прыгай, или не мяучь. Все. Ха-ха, он выбрал прыгнуть. Привет. Привет. Иди давай сразу на ручки залазь. Давай. Давай. На ручки. На ручки залазь. Привет. Привет, котёра. Привет. Сейчас на полоску ставлю. Здорово. Тебе удобно? Ты же прям сел перед камерой. Удобно тебе посидеть. Залазь на ручки. Ой, ты мне весь микрофон шерсть сейчас только что за это. Ну, все. Ну, все. Все. Теперь, фу, блядь, дай я уже весь в твоей шерсти уже. Да. Все лицо просто. Все, кот уселся. Кот уселся на ручки. Можем снимать дальше. А, то есть мы прям спрыгивать будем. Я бы, конечно, как бы сверху лучше бы не упрошел. Нужно по-тихому. Чтобы никто не услышал. А, это, типа, отвлекающий маневр. Закутанные в паутину, они выглядят так мирно. Я хотел перепрыгнуть, на самом деле. Обидно, если эти парни уже позарились на бизнес-главаря. Я так хотел расслабиться в выходные. Нет. Надо подцепить его сверху. А теперь вылазим. Осторожно. Подкравшись к рагу. А, я понял. Так смешно идет. Тише, тише. Кто-то идет. Здесь меня заметят. Напрыгну стену. Тихо. Если они здесь, то где же они? Не знаю. Я думаю, я уже все. Я просто не знаю. Живей. Плохие парни сейчас плохо себя поведут. Нажмите, чтобы видеть врагов, которых можно безопасно завалить. Если вы нападете на врага со значком опасности, вас заметят соседние враги. Вы можете отвлекать и применять врагов, оплетая паутиной стены и предметы. Я, конечно же, молодец. Я сделал, вообще все не по правилу. Почему нельзя было... Почему нельзя было вот с этого расстояния, вот, второго тоже оплести паутиной? Так, что это? И что это мне с этим сделать? А, надо прям вплотную подойти, я понял. Это же принадлежит... Стоять! Знаешь, если бы мне платили за все стоять... Мэри Джейн? Эй, Пит! Она знает еще, что он... Энджей, что ты тут делаешь? Человек-паук. То же, что и ты. Работаю. Ну или... Работала. О, эээ... Кажется, это твое. Ага, спасибо. Это Робби велел написать о взломе для Бьюгла? Ну, вообще-то Робби не знает, что я здесь. И взлом начался лишь пару минут назад. А, что? А она здесь что-то другое делала. Она здесь делала что-то другое. Она здесь тоже делала что-то незаконное. Не за... 15 минут умираем. Мы что, сейчас за Мэри Джейн будем играть? Да, походу. Походу, да. Но это неинтересно. Она не Человек-паук. Ой, сколько ты мне тут шерсти стоял, Котяра. Простите. Ладно, потом уберу. Я Мэри Джейн Уотсон освещаю продажу коллекции Фиска. Да, но... Крейг сказал, что встреча завтра. А она приперлась сегодня. Я люблю все делать быстро. Ну, а я нет. Вам придется прийти завтра. Да, конечно. Простите. Ну, что-то она... Что-то она мутит. Она что-то хочет вот здесь. Эй, Крейг. Нет, извини, но... Похоже, на обложку придется ставить что-то другое. Даже не знаю. Может, а вы экспрессиониста? Знаете что? Я думаю, сегодня получится. Короче, она блефанула, ясно. Слушай, ну ты приперлась... Приперлась в конце рабочего дня. Человек собирался домой. А сейчас еще нужно сделку проводить. Ну, давайте... Манипулятор Шахренова. Да, мы играем за Мэри Джей. Посмотритесь тут и ознакомьтесь с предметами. Ну, это скучно. Ну, ну, вы что? Это же не человек-паук. Что нахуй? Она же не умеет никакую паутину делать. Ну, хоть бегать умеет, хорошо. Уже неплохо. Физк нанес этим Питеру глубокую рану во время их первой схватки. Помню, как Физк начал незаконно возить такие артефакты. Он купил для этого местный порт и уволил всех, кто там работал, включая моего папу. Прикольно. Жаль, что папа уже не увидит, как все обернулось. Хм... Симкария. Что-то было в новостях? Доспехи. Мне кажется, что вся история мира — это просто игры мальчишек, которые хотят подраться. А здесь нельзя, смотри, да? То есть вот этот фейер красивый. Не могу забыть этот образ. Сколько напряжений между двумя фигурами. Киота. Красота. Скажите, как будете готовы? Да, да готов я, готов. Давай. Вот прям сейчас. Начнем с самого ценного. Уникальная фигурка в стиле Кокеемон. Кайфа. Красота. На обложку просто пойдет. Тонкий вкус. Вы много с ним общались до ареста? Ну, по вопросам работы. Я помогала ему с аукционами. Прошу вас, пойдемте. С Физком она общалась? Так она, может быть, тоже преступник? Физк преступник. Физк суперзлодей, а она такая, типа, просто злодей. О, царик. Какая композиция сделана. Это просто никто бы лучше не сфоткал в жизни. Что, зверюга? Зверюга. Труд создающих, тих среди шума, разрушающих. А на этих его аукционах хоть раз случалось что-нибудь необычное? Нет. Нет, конечно, нет. Я ни о чем таком не слышала. Статуи сейчас эту будем фоткать. Полюбуйтесь золотым орнаментом на этом чайном наборе. Потом подкадрируешь, типа, вырежем раз в нужный момент и все. Что Физк там отмывает краденые вещи. Я абсолютно ничего об этом не знаю. О, конечно. Просто интересно, теперь, когда его арестовали, вы не припоминаете ничего странного? Почему она пытается что-то разнюхать у нее? Так много времени. Почему бы нам не сделать фото для обложки? Когда я сказала, что буду писать про вас, мой друг из прокуратуры ответил, что знает ваше имя. Просто фото, пожалуйста. Встаньте там. Вы уверены, что вам нечего рассказать о делах Физка? Может быть, не под запись? Сомневаюсь, что вашим читателям будет интересно. Черт. Подождите здесь. Ого, стойте. Это же... Сфотографирую. Этого не должно быть здесь готово. Крэг, я перезвоню. Дорогая, мне кажется, вам уже пора. А можно воспользоваться туалетом? Конечно, идите за мной. Спасибо. Вот зря она ее пустила, на самом деле. Здесь очень симпатично. Да, и вы видите это место в поле. Последний раз. Женский за углом. Не задерживайтесь. Конечно. Сейчас вернусь. Она это сказала из-за того, что, типа, она все-таки подстроила сделку? Или вот... Ну, или из-за того, что здесь распродается что-то? Ага, наверное, распродается. Может, ничего плохого-то и не имела в виду. А я уже тут надумал себе, что она... Привет, Крэг. Забавно, что ты позвонил. Потому что твоя журналистка явно не собирается делать нам рекламу, как мы договаривались. Нет. Она сейчас здесь. Надо попасть в ту подсобку. Если я правильно узнала ту статую, тут пахнет крупным. Если врага что-то встревожит, он пойдет посмотреть, в чем дело. При этом над его ясно. Что значит, ему пришлось перенести? Если это не твой репортер, то кто она, Крэг? Кто проник в мою галерею? О, господи. Блин, ты не сможешь разобраться. Ну, первым делом я добьюсь ареста этой мисс журналистское расследование. А сразу после этого я снесу тебе голову, Крэг. Пит мне об этом рассказывал. Фиск прятал в ней улики. Почему же копы ее не забрали? Эта статуя должна открываться. Но как? Нет ли здесь каких-нибудь подсказок? Не совсем похоже на подсказку, если честно. А может, это она есть? Картина какая-то пустая. Но выглядит по-другому. Подожди секунду. А может, стоит ли что за ними? Еще раз. Она точно с Фиском заодно. Да с чего ты взяла? С чего ты взяла, что она с ним заодно? Ну, а может, даже если заодно, то типа... Как бы надо бы это... Сразу предъявить. Ну, улики найти. А, ладно, мы этим сейчас и занимаемся. Так, сюда не зайти, хорошо. У него как будто что-то в руке не хватает, видишь? Как будто туда можно что-то положить. Нельзя это положить? Ничего. Так, ну тут вот можно это посмотреть. Можно это посмотреть. Что здесь можно еще сделать? Может здесь что-то посмотреть? С этой стороны, нет? Осмотреть офис. Ну, я вижу только два места, которые нужно было смотреть. Ну, может, я что-то не так осмотрел. Давай еще разок. Осмотреть. Эр. Ай. О, видишь, рука должна быть раскрыта. Это как-то двигается. Основная поза, скрытая сила. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Уйти. Нам надо сейчас передвинуть его. Может части можно двигать? Вот это можно двигать. Ну. Нет. Вот, переместить. Не, не так, верни обратно. Хорошо, рот закрой тогда. И эту ладонь надо раскрыть. Чего она не выделяется? Ладонь не выделяется. А подожди, а если вот так опустить? А вот тут теперь выделить ее, нет? Прикольно. Хей. Как конструктор какой-то. Пойду еще раз посмотрю на эту штуку. Я забыл, как нужно стоять. Изучить. Так, рука опущена. Вот это, видишь, вот это вот? Вот рука. У него кисть по-другому вывернута. А кисть почему-то у меня здесь не выворачивается. Каталоги упоминались две позы. Рот закрыт, левая рука вниз, правая ладонь вперед. Ну вот, это вниз, рот закрыт, и вот правая ладонь. Не знаю, у меня что-то не срабатывает. Так, где мышка? Сейчас, секунду. Вот это можно выделить, вот это можно выделить, вот это можно выделить. Я просто... Так, осмотреть. Пробел, плюс осмотреть. Где моя клавиатура? Подожди. А, вот так можно смотреть. Он не хочет, он не реагирует. Ты понял? Как ладонь повернуть? А сейчас. Корчину так, это ерунда просто. Ну, надо ладонь поднять. У меня не упоминались две позы. катера хочет уйти иди катера чуть наушники мне выдал да я понял я понял что еще правая рука правая ладонь подожди про левая рука вниз вот я дурак ой я дурак ой я думаю а я пытался сделать как на той картинке надо было просто слушать чего не хватает чего не хватает сейчас наверно можно будет что-то еще туда засунуть нет вот да 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 их уже видела взять и стырила стырил артефакт нет нет а как ну здесь методом подбора как бы немного вариантов до взять уже она говорила просто что делать а я тупил подходит на это не то смысле подходит но это не то как как она тогда может подходить расскажи мне просто но с третьей попытки ладно с третьей попытки я как бы догадался какой из предмета норма носборн это же они дьявола кто он что гоблин конкуренты конкуренты фиска пришли за папкой ну как может быть даже коллеги вам вам нельзя да что плохо где это статуя там вон там не пришли за этой папкой который мэри джейн достала и получается вот это вот прессует начальницу этого музея из-за того что мэри джейн стрела папку но это вообще несправедливо я уже собиралась уходить и увидела тебя тебе очень повезло вообще-то это я тебя спасла слушай эти парни в масках они ищут эту папку но я не вынесу ее отсюда пока их тут тема темущая точно так спрячься тут я разберусь с ними а ты сразу беги хороший план прекрасный план надежный как и швейтарские часы рада тебя видеть и я тебя хотя нашу встречу я представлял иначе забавно я представляла именно так почему они разошлись нам расскажут то есть они встречались и почему-то они сейчас не встречаются она что сменила духе соберись и соберись о даже так можно блин прежде чем идти дальше закончу с этими парнями я все я все испортил простите задание провалено я думал прокатит но не прокатило вот все мне так так лучше сверху он акуна нокаутиру его хорошо а что в той папке почему она так нужна этим парням записи по так называемому дыханию дьявола фиска наняли построить для этого секретную лабораторию не знаю что это такое но она напугала фиска он сравнивает дыхание с ящиком пандоры фиск редко пугается ничего пора вытащить тебя вместе с папкой держись всегда нравилась та трость стиль еще и мы им джей нашли молодцы как она пряталась и же касались прячься на ой 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 вот жестко за это надо наказать нет прячься брать заложник они какие-то крутые ребята вот что за светящаяся фигня у вас на руках вы что призраки никогда не дрался с призраками с духами как-то дрался но знаете технически это разные вещи все призраки духе но не все духи призраки понимаете это какая-то магия просто колдун слушал реально колдун ой хорошо нам нам еще только магии не хватало в этом хорошо что мне была концентрация накоплена до чисто с одной пайки подбежал и завалил а ясно это не все блин я думаю что это кстати если если честно я думаю что вот этот выбежал спалка это уже воск который убежал и все и не пришлось еще с ним разбираться зарядка на слава еще кто-то вылезет мне интересно кто это посмотреть с ними джон маску что-то древнее кажется я знаю кое-кого кто поможет узнать откуда это а то есть посмотреть кто там под маской вот мне не обязательно да то есть нам это ничего не скажет я говорила с крейгом вы не тот репортер которого он прислал вы не из культурного наследия я этого и не говорила что ж мэри джейн уотсон daily bugle вы не напишите ни строки о том что вы расскажите вы знаете что украли эти мужчины в масках это я не о том что физ долгое время сбывал на аукционе краденые вещи наш адвокат свяжется с вашим редактором то есть она решила больше не прикрываться вот этой маской якобы репортера но на самом деле вот эти такие вещи которые она делает не очень честно она ну репортер ну слушай она так у мико что 6 месяцев не было она просто представляет на такой какой-то плохой пласт репортеров которые вот желтую прессу который где-то пролазит что-то разнюхивает иногда что-то хорошее иногда что-то плохое читали он представляешь и она бы там разнюхивала не какое-то преступление а в чё-то лишь личную жизнь залезла бы вот так вот в дом посмотреть ну ты понимаешь про что я говорю поэтому я так немножко стремновато отношусь к этому не могу ее молодцом назвать скажем так папку все равно как бы увели так или иначе без нее бы и в общем робби только что прислал мне гневные сообщения мои сегодняшние выходки похоже меня ждет встреча с юристами снова брылась как только он прочитает твою статью он тебя повысит так жуткие парни в масках что дым 6 месяцев они лишь в нью-йорке а ты как будто за этим стоит что-то большее но хватит о моих делах как как твои успехи ты получил то повышение нет но мы подошли к чему-то серьезному ты ведь знаешь что воскорб тебя мигом возьмут один звонок гарри и знаю но доктор октавиус она же встречается с гарри точно с тем чем она скорее что должна встречаться с гарри или нет я не помню но она где-то встречалась где-то не встречался не на какой-то игре не завернули не слышала от тебя таких слов многое изменилось зачем ты позвал меня пить пообщаться просто поужинать как друзья друзья мы теперь друзья ну мы можем ими быть если ты не против у нас чемодан прошлого да верно но что в этом плохого в чемодане же может быть хорошая например деньги или ключи клубничный бальзам ты помнишь почему мы расстались да все-таки они расстались это вопрос подвохом да вот почему они расстались спасены сиреной поговорим потом иди вот именно поэтому они скорее все расстались это просто был как намек такой ну знаешь типа режиссер режиссур антка ты помнишь почему мы расстались а проезжает копытки нам показывают почему да ладно это этот стэн ли у него кому я в игре мало кого фильмах он еще и в игре появился огонь молодец ну круто прикольно да все у нас погоня так а где я погоню привет это я что там с теми кто идет по третий он же только что вышел не страшно герман просто тюфер ночи загоню его в райкер я только что спас свою бывшую от преступников и поужинал с ней а теперь я хочешь на маньяка который бьет людей электро шоком у тебя совершенно нормальная жизнь петер паркер это он сам собой я думал он рассказывает этой юки и юки зубы не следит я не запомню как я зовут уже третьей серии идет я не могу запомнить какие короче юки были называть о где я подозреваем на машине где а вон справа остановить машину без урона безопасно ставить машину лаборатории снаряжение для твоего друга я ничего не имею против но если снова нагрянет комиссия не волнуйтесь давно не виделись я не понял что делать надо а вот так вот просто подоставать их окей понял но я уже без урона не прошел как вообще без урона не прошел я еще и тачку развернул ну преступление как бы остановлен преступление остановлен без урона не получил и запаса тоже не остановил вышло как вышло ладно я чисто мимо пробегала и просто случайно увидел преступление почему бы в нем как бы не по препятствовать им 1800 прям очень далеко как-то там следующее задание вот то я тут о чем мы говорили а ну да не волнуйтесь док я взял за правило ничего там не оставлять но я знаю что мой друг ценят что вы заботитесь о нем многие не слишком его любят ты про этого фигляра джеймсона и его паству я тебя умоляю те кто вершит великие дела не дают таким судом стоять у себя на пути и мы не дадим с вами трудно не согласиться док пока тогда стриме подожди подожди до старик причательности ну ты понял что их рассказать важные места которые нужно фотографировать у меня под конец семени хочу ты не не ругать под конец не знаешь устаешь уже как я забыл что люблю фотографии не можешь сказать о привет читы было это типа фанатка это можно было типа обняться с ней но ты такая дни я давай как-нибудь потом объект не в центре где объект я понял мир ну так надо сфотографировать сделано я не косплеер их я ищу их паук ты чего более тысячи изменений тебе люк вахват они надо быть поаккуратнее с моими поклонниками но это на самом деле странно то есть понимаешь ты просто в городе идешь и чуваки какие-то с оружием такие выскакивают и ну готовы тебя убить нью-йорк очень опасный город это это центр это тайм-сквер по ходу нет ну что-то на него похоже явно явно не маленький какой-то пригород просто чуваки такие со стволами трое причем не нью-йорк опасного и наша задача сделать его чище но конечно стиль бэтмена мне в этом плане больше нравится хотя раньше мой любимый супергерой был человек-паук я опять вступление поехали 100 метров недалеко тоже быстренько сейчас сделаем после ареста фисковых наркотиков вырос парни налоги можно и по-другому не платить были не успел нажать он опять пустую засранится бросить три предмета во врагу сверху не успел срывать я уже не задание то прохожу до конца все эти мини-задания и конечно культура надо как-то быстрее ничего полиция вас от меня защитит полиция вас от меня защитит ладно знаешь что отлично фраза на этой отличной фразе будем заканчивать серию следующей серии ломанемся на вот это вот заданица и пройдем спасибо что досмотрел до конца я надеюсь тебе понравилось было интересно ставь лайк и матери подписывайся всего тебе хорошего замечательного самого наилучшего счастливо пока и до свидания